Альфред Грибер Авторский курс Уроки практического иврита Урок номер 34 Кто или что куда переходит? Урок ведет Альфред Грибер В уроке номер 29 был упомянут глагол прошедшего времени третьего лица мужского рода единственного числа Авар в следующем предложении Сколько времени прошло с тех пор, как мы встречались? Глагол настоящего времени мужского рода единственного числа имеет форму ОВР Например Он переходит от плача к смеху с легкостью Гуавер ми бэхи лицхок бэкалут Существительное мужского рода единственного числа Бэхи имеет значение плач в смысле слезы Бэхи Существительное мужского рода единственного числа Цхок имеет значение смех Цхок Гуавер ми бэхи лицхок бэкалут Атипуль батика зе Овер эль пакидахер Обработка этого дела переходит к другому служащему Атипуль батика зе Овер эль пакидахер Существительное мужского рода единственного числа Типуль имеет значение уход в смысле присмотр обслуживание обработка, например, документации занятие, например, проблемой процедура в смысле сеанс лечения и тому подобное Типуль Существительное мужского рода единственного числа ТИК имеет значение портфель ученический или министерский сумка ручная папка дело в смысле документы министерский пост ТИК Существительное мужского рода единственного числа Пакид имеет значение служащий чиновник Пакид Атипуль батика зе Овер эль пакид ахер Глагол настоящего времени женского рода единственного числа имеет форму Оверет Например Амахала азот Оверет бе Тораша Эта болезнь переходит по наследственности Амахала азот Оверет бе Тораша Существительное женского рода единственного числа Существительное женского рода единственного числа Махала имеет значение болезнь Махала Существительное женского рода единственного числа Тораша имеет значение наследственность Тораша Глагол настоящего времени мужского рода множественного числа имеет форму ОВРИМ. Например, Мои боли проходят благодаря таблеткам. ОВРИМ ГОДОТ ЛА КАДУРИМ Существительное мужского рода единственного числа КЭЭВ имеет значение боль, физическое страдание. КЭЭВ Слово ГОДОТ имеет значение благодаря кому или чему. ГОДОТ Существительное мужского рода единственного числа КАДУР имеет значение шар, шарик, мяч, мячик, таблетка, пилюля, как лекарственная форма, пуля. КАДУР Глагол настоящего времени женского рода множественного числа имеет форму ОВРОТ. Например, МОТАЙ АТЕН ОВРОТ ДИРА ХАДАША БАБА И ТРАВ КОМОТ Когда вы переезжаете, женский род, на новую квартиру в многоэтажном доме? МОТАЙ АТЕН ОВРОТ ДИРА ХАДАША БАБА И ТРАВ КОМОТ Существительное женского рода единственного числа ДИРА имеет значение квартира, ДИРА. Существительное женского рода единственного числа КОМО имеет значение этаж, рост, в смысле высота, КОМО. МОТАЙ АТЕН ОВРОТ ДИРА ХАДАША БАБА И ТРАВ КОМОТ Инфинитив данных глаголов, ЛАВОР, имеет значение проходить мимо, рядом, когда речь о свете или о времени, обойти, например, стороной, обогнать, перегнать. Миновать, перейти через что-либо, переехать, проехать, переместиться, переселиться, например, в другое место. ЛАВОР. Например, ЭЙН ЛАВОР АЛЬГАМЕГИРУТ АМУТЕРЭТ. Нельзя превышать, если переходить разрешенную скорость. ЭЙН ЛАВОР АЛЬГАМЕГИРУТ АМУТЕРЭТ. Существительные. Женского рода единственного числа МЕГИРУТ имеет значение быстрота, скорость на передвижение, темп МЕГИРУТ. Прилагательные. Мужского рода единственного числа МУТАР имеет значение разрешенный, дозволенный, развязанный, например, узел. Можно. Разрешается. МУТАР. ЭЙН ЛАВОР АЛЬГАМЕГИРУТ АМУТЕРЭТ.